И рада вам представить уже гостю в нашей студии богиню диафрагм, вытремок, святочутливости и всего іншого. Фотограф Юлия Боярна сегодня у нас в гостях. Доброе утро. Ну что ж, утро будем сегодня начинать с советов. Тех, как и что делать, как фотографироваться осенью и зимой, потому что когда мы с тобой общались по телефону, ты сказала, что многие боятся осени и зимы и все массово идут в фотостудии. Будем сегодня ломать эти стереотипы, но и покажем еще и варианты, как обыграть интересную студию. Студию или даже домашнюю съемку. Даже так? Да, действительно, я сейчас сталкиваюсь с тем, что каждый запрос по поводу фотосессии, вопрос такой, а где мы будем сниматься, а какая студия, а где, а сейчас холодно, а мы замерзнем. И хотелось действительно обосновать эти стереотипы. Я считаю, что даже зимой в самый лютый мороз можно снимать на улице и получить отличный результат, эмоциональные фотографии, действительно какие-то настоящие живые эмоции, чувства. Не страшно, что на улице, возможно, там ветерок, возможно, даже моросить дождик. Это тоже не самый ужас. Самое главное, вы понимаете, фотограф не боится с техникой выходить, да? Почему боятся у нас? А люди боятся растаять сахарные у нас. Поэтому сейчас я всем предлагаю, действительно, еще есть листва, хотя... Ну, последние листва. Я сегодня с утра шел, не знаю, как там сейчас, с сентября шел, то уже как бы на земле было массово. Я ехала и видела, я ехала и видела красивые желтые деревья, еще подумала, вот они еще и еще стоят. Это, знаешь, вот те, что лежат на земле, это для фотографий вот этих типичных селфи с листиками. Или сверху лечь на кучу. У нас есть фотографии, вот фотография на улице мамы и дочери, или, например, да, этот вот один из твоих фотосессий, что это и как это обыгрывалось? Что это вообще за местность? Это Николаев? Нет, это Львов. Это Львов. О, то есть даже так можно и путешествия даже такие вот сделать. Ну да, эта фотосессия была сделана в рамках мастер-класса, поэтому я была во Львове, мне очень понравился этот город. Это просто сказка, у него невозможно не влюбиться. Естественно, любое место во Львове куда-то не станет, будет уже живописным. Наш Николаев не такой, не так повезло намного. Но надо искать, есть лица. Но надо искать, конечно. Я смотрю, что здесь вот то, о чем мы говорим. Можно обыграть верхнюю одежду реально, да? Естественно, смотрите, как подобрана композиция и подобрана одежда мамы и дочери. Они в едином стиле, в едином тоне. Они логично смотрятся в этой природе, они не отвлекают на себя внимание, они очень спокойные, потому что вокруг них буйство красок. Если, к примеру, мы будем проводить съемку уже после того, как листики опали, то есть наша природа становится уже более монотонной и спокойной, то здесь можно использовать более яркие цвета в одежде. Ну, я смотрю, что можно вот, например, даже вот так обыграть, без листьев, без всего, просто, да, такой городской интерьер, экстерьер. По поводу, есть еще вот, например, фотосессия, та, что смотрит Даль, так называется. Она у тебя, вот сейчас видим малышку. Ну, на самом деле, очень круто обыграна. Даже вот шарф, волос, легкий ветерок чувствуется. Ну, и, конечно же, классическая брусчатка, да, конечно же, львовская. Да. Ребенок, как дети к этому относятся? Не боятся ли? Ну, естественно, дети разные. Девочка, которую я здесь снимала, она уже очень опытная, очень артистичная. И многие дети очень артистичные. Главное, найти подход к ребенку. Главное, развеселить, настроить родителей, что это будет некая игра, чтобы ребенок не зажался, не начал переживать, не просить ребенка посмотреть на тетю в кадр. Я начинаю говорить, не надо на тетю смотреть вообще, тети здесь нет. Играйте с детьми, развлекайтесь, бегайте, прыгайте, мне нужно поймать ваши настоящие живые эмоции. Здесь, конечно, девочка, мы просили ее танцевать. Она танцевала, размахивала волосиками. Я попросила, вот, на нее шарфик, потому что мне было просто холодно за нее и за себя, мы так замерзли. Но она такая умничка, очень артистичная, хорошо отработала. То есть с детками работать даже еще интересно, да? Очень интересно. Еще одна интересная аудитория. Вот видим тоже еще один вариант. Ну что ж, есть еще у нас вариант, это та, что смотрит вдаль. Еще эта фотосессия, да, вот мы ее сейчас видим. Здесь уже Николаево выгрывается, и на самом деле уже без деревьев, без листьев. Это вот погода, когда уже все высохло. Да, это уже практически наша зима Николаевская. Я не могу сказать точно какой-то период, но это, думаю, что уже к декабрю. То есть вот так можно это все обыграть, опять-таки верхняя одежда, не надо там снимать себя в платье вечернем, это все сниматься, мерзнуть с синим носом, чтобы это все корректировать как-то, да? Да, вот в принципе, верхняя одежда, это не самое ужасное, что может быть. Одеть какой-то действительно яркий шарф, даже если нет какой-то яркой красной и желтой, зеленой курточки, а есть как у нас обычно черная, темно-синяя. Это вообще очень хороший фонд для того, чтобы обыграть какой-то интересный яркий шарф. Ну что ж, с улицей понятно, вот вижу даже интерьеры некоторых заведений можно обыграть, то есть выйти можно куда угодно, в живое людное место, и там это все. То есть да, сделать фотосессию, такой интерьер, какой-то кафе, плюс прогулка городская по улице, вот и вам какая-то такая дневная история. Интерьер. Ты говорила, что расскажешь несколько секретов, как можно обыграть интерьер, и есть фотосессия с семьей, которую мы сейчас тоже увидим, я надеюсь. Это просто живая локация, там, где люди вот живут, там же сфотографировались, дом. Да, вот часто меня спрашивают, а давайте пофотографируемся в студии. Вот мы хотели бы там в студии отснять какую-то вот якобы там пижамную вечеринку, скажем так. А я спрашиваю, а почему тогда в студии? Давайте это снимем дома, в домашних условиях. Потому что студийная съемка, она все равно немножечко наигранная получается, немножко ненастоящая. Естественно, домашние условия, они живые, фотографии… Стены тышат энергетикой. Естественно, да, и вы просто разбавите потом свою ленту в соцсетях какими-то нестандартными фотографиями с новой локацией. С живой самое главное. Да, с живой. Конечно же, желательно более светлое помещение, потому что свет для фотографа – это все. В темном, неосвещенном помещении снять очень тяжело без каких-то дополнительного освещения. Но если есть окно, оно решает многое. Давайте представим себе, что вот мы снимаем дома. Что можно снять дома? Какие у нас есть варианты? К примеру, можно снять портрет. Просто портрет дома. Поставив стул перед окном, обратившись лицом к окну, задернув шторы, задний план идет в тень, и мы получим прекрасный, освещенное, светлое лицо, темный план, портрет. То есть никто не будет видеть, что у вас там на заднем плане. И ремонт, и какая-то мебель. То есть это не стоит бояться. Камера, как всегда, она украшается равно, потому что в студиях мы, как всегда видим, это что-то бутафорское, но выглядит шикарно, как вроде бы настоящее. Поэтому домашние локации точно будут выглядеть хорошо. Второй вариант – снять себя вот за домашней работой, к примеру. Вот как мы там гладим. Да, это такие очень нестандартные фотографии, естественно. На самом деле не часто такое встретишь, знаешь. Вот не каждый человек может себе такое вот разрешить, позволить. Я сейчас захотел, я хочу такое, если честно. Надо будет как-то прострелить. Как ты дома чистишь ботинки перед ходовым эфиром, да? Смотри, как классно. То есть другой вариант. Третий вариант, вот как на фотографии, которую мы видим, мы придумали один день из жизни вот этой семьи. То есть как они просыпались, как детки чистили зубки, как они в итоге одевались, завтракали, готовили торт. Вот, конечно, скрывать не будем, что это некая постановка была. Вот так вот такая вот серия получилась. Ну, очень круто, я хочу тебе сказать. То есть можно обыграть на самом деле все, что угодно. Главное – поработать с профессионалом. И профессионал уже скорректирует ваше желание, да? Ну, и я так понимаю, что в тренде были и будут это нестандартные снимки. И сейчас вот нестандартные мы ищем в обычном, обыденном, на самом-то деле. Да, главное сейчас вот фотографии, всякие вот бутафорские там фоны, какие-то детали, интерьеры, они уходят на второй план. Главное – фотографии эмоций, главное – живые люди, их глаза, их какие-то действия, чувства. Это вышло на первый план, и уже ушли и наряды, как бы на второй план наряды, на третий план интерьеры. То есть сейчас уже, скажем так, от тебя, я так понимаю, советы, если это действительно уже подводить итог какой-то, да? Что самое главное – не бояться домашних съемок, интерьера, одежды, не заморачиваться над тем, что у меня фотосессия, надо купить три новых платья. Совершенно верно. То, в чем ходим, то будет смотреться очень органично. Конечно, хотелось, любая женщина, к примеру, хотелось бы ей одеть что-нибудь такое, что она носит. Естественно, ну вот, смотрите, вот были фартушки или куплены, или пошиты, я даже не знаю, вот. Но люди, конечно, подготовились. Мама и дочка там рубашечки купили одинаковые, чтобы быть одинаковыми. Вот, конечно, они готовились. Ну, в любом случае, это никто не скрывает, да, но это очень естественно будет. Ну, это не значит, что нужно, да, где-то брать в прокат и какие-то просто платья со шлейфами. Это другая фотосессия. Мы сейчас говорим о домашней фотосессии. О домашней фотосессии, это может быть рубашка в клетку, майка, рваные джинсы, какие-то кеды, вот. Какой-то стиль и образ, естественно, создать нужно, но это может быть все из домашней своей одежды, которую мы носим каждый день. Ну что ж, это круто. У нас остается буквально еще несколько секунд, и мы успеваем еще сделать такой забросок в то, что Новый год очень скоро, и новогодние фотосессии тоже нужны. У нас есть несколько фотографий по поводу новогодних фотосессий. Вот такой вариант, это уже студийный, да? Ну, это снять, можно, к примеру, и дома. Когда уже огоньки есть, либо елка. Огоньки сзади стоит елочка, да. Вы сели перед окном и получили вот такую фотографию. Ну что ж, я думаю, что это хорошая тема. Мы забросили уже удочку, и теперь уже будет повод еще раз пригласить и вытащить тебя в эфир. Поговорить по поводу новогодней фотосессии. Расскажу, да, как это говорится. Да, поэтому спасибо тебе большое. Я нагадую нашим товарищам, что сегодня спілкувалися и с фотографом Юрия Бояриной, майстром своей справы, до какой я, до речи, набиваюсь, набиваюсь на фотосессию, она все расписана на роки. Ну что ж, я думаю, что скоро мы это сделаем. Я исключение для тебя. Ночью, да, когда нет записи. Спасибо тебе большое, девочка, за то, что пришла сегодня в эфир. А дякую всему нашим товарищам за то, что были вместе с нами в 2,5 часов прямого эфира. На жаль, час очень быстро провели, мы не встыгли побачить, как только было 8 часов, уже 10.30. Залишайтеся в бадярому настрою в продвиж сего дня и помните, вы свой день творите своими руками. До наступных встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова